За последние три года в Беларуси вынесли приговоры двум тысячам политзаключенных. Среди них лауреат Нобелевской премии, глава правозащитного центра Вясна Олесь Беляцкий и бывший кандидат на пост президента Беларуси на выборах 2020 года Виктор Бабарико. Мы являемся свидетелями преступления против человечества, захвата заложников и пыток тысяч невинных людей режимом Лукашенко, которому удалось оставаться у власти только благодаря Путину. Европейские демократии должны, наконец, принять решительные меры против Лукашенко и его банды. Ларс Бюнгер, президент Либерико Свизерленд в обращении на сайте правозащитной организации Либерико. По словам правозащитников, со средины февраля нет информации о политзаключенном Николае Статкевиче. В декабре 2021 года его судили на 14 лет. По сообщению правозащитников, еще один политзаключенный, Виктор Бабарико, в тяжелом состоянии после избиения. Последний раз его видели в феврале. 2 мая в департаменте исполнения наказаний МВД Беларуси приняли родных политзаключенного. Но ни на один вопрос о его здоровье так и не ответили, пишет немецкое издание Дольче Велле. Когда человек просто заболел, администрация колонии не сообщает об этом его родным. Даже если была драка, в результате чего он пострадал. Другое дело, если состояние угрожает его жизни, тогда с родственниками обязательно связываются. В случае с Бабарико представители МВД умышленно молчат. Это рождает дополнительные подозрения. Василий Заводский, бывший тюремный врач, в интервью Дольче Велле. Из-за репрессий прекратили работу более 500 белорусских адвокатов. Об этом сообщил проект «Право на защиту». По данным организации, в прошлом году юристов привлекали к ответственности за подписи под антивоенной петиции, за неповиновение сотрудникам милиции, неправильно оформленный ордер и даже за высказывания в судебных прениях. Власти Беларуси ликвидировали в стране сотни негосударственных правозащитных организаций. Правозащитники обратились за помощью в ООН. Проблема в том, что с точки зрения подобных режимов, то есть, увы, но система международного права, система международных отношений, среди прочего, и влияние на малоадекватные режимы, либо разрешение конфликтной ситуации и системы принуждений, они находятся в кризисе. В прошлом месяце Европарламент призвал ЕС привлечь режим Лукашенко к ответственности в специальном трибунале и других международных судах, а еще ужесточить санкции против судей, прокуроров и силовиков, причастных к преследованию представителей белорусской оппозиции и гражданского общества. Вариантов борьбы есть два. Либо ты делаешь ставку на смену режима Беларуси, на что сегодня Европейский Союз не готов, потому что это, среди прочего, силовой вариант. Теоретически можно пытаться надавить через страны, от которых Беларусь зависит. Евросоюз намерен укрепить дипломатическую изоляцию нынешнего режима Беларуси. По словам евродепутатов, ситуация с преследованием представителей белорусского гражданского общества должна постоянно находиться в центре внимания ЕС, ОБСЕ, Совета по правам человека ООН и международных правозащитников. Кристина Домбровская для телеканала Freedom. Домбровская для телеканала Freedom.